Я вот расскажу, а вы подумаете. Дивное стремление одеваться подешевле у двух перцев из области ТВ родилось в 1997 году, когда за весьма скромную сумму в 700 долларов я из Америки привез то, что надеваю до сих пор. Если что, то 20 лет скоро как ахнет. Все остальное я привык покупать в тех местах, где все в 5 раз дешевле. И, конечно, в Китае я пока не был, но 23 раза в Турции, 5 раз в Египте, 3 раза в Индии. По одному, в Великобритании, Германии, Таиланде и Японии говорят о том, где я одеваюсь. Но одеваюсь я и здесь, местечко такое нашел. И 70% зимы для меня и это хип-хоп. А сегодня я туда еще и Макса притащил. Знаете, да, поговорку ли пословицу, стабильность, признак мастерства. Так вот, последний раз я помогал Алексею снимать магазин, очень один интересный, на Ворошилово 29. Называется хип-хоп. И было это несколько лет назад. Ну, казалось бы, вот все меняется, и магазины закрываются, и новые открываются. А этот работает. Почему? И тут опять же о стабильности. В чем стабильность? А в том, что текстилем качественным и одеждой всех стабильно снабжает. Весь мир стабильно снабжает Китай и Турция. И в этом магазине как раз китайские и турецкие цены. Поэтому он работает, работает, я думаю, будет работать. Ну и еще одна изюминка. Вы видите, да, за эти несколько лет я слегка так подобрел. Так вот здесь для меня одежда тоже есть. Теперь насчет одежды. Да, мы по сути одеваться-то любим. Но если раньше у нас с Максом была примерно одинаковая весовая категория, то благодаря кренделям из МЧС комбината, которые так и хотели упрятать меня в мир иной, 15 килограммов долой. Я, так скажем, представляю крупную интеллигенцию. И, кстати, вы не часто увидите крупных мужчин. И совсем не часто мужчин, офигенно любящих своих детей. Так что смотрим. Кстати, пока вы смотрите, я думаю, вам будет крайне интересен факт следующий. Хозяйка хип-хопа покруче, чем я была и в Турции, и в Китае. Хозяйка хип-хопа ездит не в туристическую зону. А там в минус 5 к нашим ценам. Цены ниже в 2, а то и в 3 раза. И естественен, понятен результат. Весь хип-хоп здесь. И такая же одежда, и для тех, кто покрупнее. По той замечательной цене. И еще раз напомню. Цена здесь в 5 раз ниже такой же, но типа в брендовых салонах. Нет, простите. Платить за бренд 99% магнитогорцев не будет. В смысле 99% магнитогорцев с мозгами. Теперь про качество. Ну кое-что я покупаю у вьетнамцев. Да, дешевле. Но там вы покупаете коцаные бренды. Там малость косяк и тут. Здесь не коцаные бренды по вполне адекватной цене. Да и кстати, у нас те, кто покрупнее, не могут себе найти дешевую одежду. А здесь можно. И вы подумайте о вполне правильной поговорке. Хорошего человека должно быть много. А зная нехороший результат медицины в этой стране, я скажу. Хороший человек здесь живет дольше. Это правильно. Но не будем о грустном. Просто хорошие люди могут великолепно одеваться и здесь. На Ворошилово 29. И небольшая викторина. Что это за танец, который с жилеткой? Ну, все знают, 7,40. Сейчас на мне стиль кантри. То есть гитара, ну только шляпы не хватает. Но этот стиль, он созвучен названию магазина. А магазин называется хип-хоп. Йоу. Что сегодня для вас выступают два предпенсионных человека. Один уже на пенсии, это я, то бишь, вторая группа инвалидности. Другой плавно приближается. Но, тем не менее, на пенсии жизнь-то продолжается. Представляете, да? 41-й год. Вторая группа инвалидности. Нормально. Я обязательно захожу туда, где должен был бы одеваться. Потому что здесь супер и мега дешевые цены. Это магазин хип-хоп. Ворошилова 29. Есть ли у вас смысл? И есть смысл. Потому что вы можете никуда деньги не тратить. Потому что здесь цены исключительно турецкие. Берете, одеваетесь, выглядите модно. И, кстати, как вы видели, одежда не только для меня, но и для Максима, который чуть-чуть выше и чуть-чуть больше, чем я.